Это уже четвертая выставка в МПСУ. За два года существования художественной студии в ВУЗе студенты и преподаватели прошли путь от рисунка карандашом до картины маслом. Световую гамму изучали, наверное, полгода. И потом начали уже писать более-менее похожее на работы что-то. Это композиционное, трудно было, не получалось. Но вижу, что старались изо всех сил. Потом получился результат. Первая выставка, вторая выставка, сегодня уже четвертая выставка. Сейчас в художественной студии Ивана Грибачева постоянно занимаются 10 человек. Среди них есть и студенты, и преподаватели ВУЗа, и даже выпускники. Татьяна Кужлева, она пришла ко мне сразу же, только образовалась студия. Вот, и работа, допустим, вот эти цветы, натюрморты, вот они, пейзажики. Даже копии есть, рядом есть. Я думаю, что они достойны уже ученика двух лет школы. Если профессионал посмотрит на эти работы, скажет, да, это все-таки уровень. Это цветовая гамма, во-первых, композиционная, все не нарушено. Значит, цвет детальный, проработка даже до мелочей. Живые цветы, используя даже мастихин, как бы объем создавая. Нынешняя выставка приурочена ко Дню Матери. Цветы, натюрморты, пейзажи – всю эту красоту начинающие живописцы дарят самым дорогим людям, вызывая неподдельное восхищение посетителей вернисажа. Сразу восторг такой, просто настолько все ярко, красиво, как будто это реально, вот, как стена, и будто я оказался на лугу где-то, где-то на осенний пейзаж. Очень красиво. Я бы так, честно, не смог, даже как бы я не старался. Это, да, это талант. Некоторые работы очень профессиональные и по цвету, и по содержанию. То есть, ребята растут, и также очень приятно осознавать, что это мой товарищ, постарался, давнишний друг, и подготовил такие кадры. Посетить выставку можно в любой день в здании МПСУ. Также любой желающий может записаться в художественную студию. Елена Смирнова, Евгений Седачев, События, Брянск.